Слово имеет его превосходительство. Сабрахан Маньян, Джей Шанкар, министр иностранных дел Индии. Госпожа председатель, Ваше превосходительство, уважаемые члены Генеральной Ассамблеи. Приветствую вас. И намаскар от 1,4 миллиарда жителей Бхарат. Поздравляю председателя Генеральной Ассамблеи и его превосходительство, господина Филимона Янга. Самым активным образом поддерживаем тему 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, чтобы никто не остался позади. Госпожа председатель, мы проводим это совещание в сложное время. Мир пока еще не оправился от разрушительных последствий пандемии коронавирусной инфекции. Война на территории Украины продолжается уже третий год. Конфликт в Газе приобретает все более и более широкие масштабы. В странах глобального юга планы развития не осуществляются и задачи ЦУР остаются невыполненными. Но это еще не все. Недобросовестная торговая практика угрожает рабочим местам, а нижнеспособные проекты повышают уровень долга. Любая взаимосвязанность, которая попирает суверенитет и территориальную целостность, становится все более и более стратегически значимой, особенно когда это дело несовместное. Технологический прогресс, который долгое время был источником надежды, теперь в равной степени является фактором тревоги. Климатические явления происходят с большей интенсивностью и чистотой. Продовольственная безопасность также вызывает тревогу, как и безопасность в области здравоохранения. Честно говоря, мир оказался раздробленным, поляризованным, в нем царит разочарование. Сложно вести диалог, а договоренности добиваться еще более сложно. Конечно, не этого хотели от нас основатели ООН. Госпожа председатель, почти 80 лет назад первые шаги к созданию ООН были сделаны недалеко отсюда, в Думбартон-Оксе. Далее эти документы были доработаны на Ялтинской конференции и окончательно утверждены на конференции в Сан-Франциско. Дискуссии тогда были свероточены вокруг того, как обеспечить мир во всем мире, который был необходим для глобального процветания. Сегодня мы видим, что и мир, и процветание находятся в равной степени под угрозой. А это, госпожа председатель, связано с тем, что доверие подорвано и нормальные процессы полностью нарушены. Страны извлекли из международной системы больше, чем вложили в нее, таким образом ее ослабив. Мы это прекрасно видим в каждой проблеме, в каждом кризисе. Поэтому императивом является реформирование многосторонней дипломатии. Насущность такой реформы стала основой нынешней сессии. Никого не оставить позади значит продвигать мир, обеспечивать устойчивое развитие, укреплять достоинство человека. Но этой цели невозможно добиться тогда, когда ООН парализована, расколота, сталкивается с конфликтами, терроризмом и насилием. Также эта цель не может быть достигнута, если доступ к топливу, пище и удобрениям находятся под угрозой. Когда захват рынков не сдерживается, это наносит ущерб средствам к существованию и структуре общества других. Уклонение развитых стран от выполнения обязательства по борьбе с изменением климата подрывает перспективы роста развивающихся стран. И действительно, когда нехватка ресурсов ограничивает достижение цели устойчивого развития, под угрозой оказывается не только экономика, но и человеческое достоинство. Если мир оказался в таком состоянии, то наша организация должна задаться вопросом, а как вообще это произошло? Проблемы возникают из-за целого сочетания структурных недостатков, политических расчетов, голого эгоизма и, да, пренебрежения теми, кто остался позади. Естественно, чувствовать подавленность в результате того, перед чем мы сегодня стоим. В конце концов, существует так много разных аспектов, различных измерений, проблем и постоянно меняющихся ситуаций. Но каждая перемена должна с чего-то начинаться. И нет ничего лучшего, чем начать изменения с того, с чего все началось. Мы, члены Организации Объединенных Наций, должны сейчас серьезно и целенаправленно заняться этой задачей перемен. Не потому, что речь идет о соревновании за влияние или борьбу за должности. Просто если будет продолжаться ситуация в нынешнем виде, то мир будет только ухудшаться. А это может означать, что многие из нас останутся позади. Госпожа председатель, сейчас, когда мир размышляет над поставленными перед ним проблемами, Индия стремится ответить на них различными способами. Во-первых, сосредоточив внимание на проблемах уязвимых слоев населения – женщин, фермеров и молодежи. А также за счет разработки целенаправленной политики и инициатив для улучшения их будущего. Гарантированный доступ к водопроводной воде, электричеству, газу для приготовления пищи и новым домам меняет миллионы жизней людей. Гендерный разрыв начал сокращаться, будь то в здравоохранении, образовании или же на рабочих местах. Производители продуктов, питания получают финансовую поддержку от нашего государства. Причем три раза в год и за счет одного нажатия кнопки. Правительство сделало обучение молодежи своим ключевым приоритетом. Второе. Путем расширения возможностей для трудоустройства и предпринимательства, в том числе за счет более активной подготовки кадров и широкомасштабных финансовых стимулов. За последние десятилетия малому бизнесу было предоставлено 49 миллионов кредитов Мудро. 67% из получателей таких кредитов – женщины. Не менее показательно и то, что 6,56 миллионов уличных торговцев получили 8,85 миллионов за счет кредитов с Ванитхи. И это за последние четыре года. 45% бенефициаров – опять же женщины. В-третьих, путем создания шаблонных механизмов, которые можно воспроизвести в других местах, может быть, это и цифровое предоставление услуг, или повышение качества государственного управления и государственных услуг. Также это касается и того, как сделают лекарства и медицинские услуги более доступными и недорогими. Цифровая общественная инфраструктура и народные возможности медицины на сегодня являются приоритетами того, что Индия может предложить всем. Это альтернативное видение, в котором технологии используются для расширения возможностей, а не для номинирования. Четвертое – необходимо поощрять глобальный юг, высказывать свои общие озабоченности и объединяться. С этой целью мы созвали три саммит стран глобального юга, последний из которых состоялся в августе 2024 года. И пятое – следует способствовать благополучию общего блага, реагируя на насущные потребности тех, кто находится в бедственном положении. Речь идет о реализации проектов в 78 странах, о предоставлении ресурсов нашим соседям и реагировании на сложные ситуации за счет поставок лекарств, обеспечения безопасности на море. И учитывая масштабы преобразований, которые происходят сегодня в Индии, каждый из этих аспектов подчеркивает, что мировые проблемы действительно могут быть решены. И что за счет совместной работы мы, безусловно, сможем создать еще больше возможностей для того, чтобы люди вышли из нищеты. Сегодня, в неспокойные времена, госпожа председатель, необходимо дать надежду и возродить оптимизм. Мы должны продемонстрировать, что крупные изменения возможны. И не в течение длительного периода. И в связи с этим нет ничего более мощного, чем преобразующий потенциал цифровых технологий. За последние десятилетия мы стали свидетелями этого влияния на повседневную жизнь людей в Индии. Заметно, когда общественное благо – это и поддержка питания, и жилье, энергетика, и здравоохранение – эффективно предоставляются в широких масштабах за счет таких технологий. Или же, когда кредиты малому бизнесу и поддержка фермеров выдаются без посредников. И даже, когда уличные торговцы и иностранные работники, работающие в Индии, уверенно используют финтех в обычных сделках, когда услуги предоставляются плавно и прозрачно, когда льготы предоставляются плавно и прозрачно, тогда меньше людей остается без внимания. Таков опыт Индии и таковы реалии Индии. Эти прорывные возможности в сочетании с политикой, ориентированной на людей, и дальновидным руководством могут стать факторами, которые могут реально изменить правила игры. Индия высаживается на Луну, развертывает свои собственные потенциалы 5G, отправляет вакцины по всему миру, внедряет финансовые технологии, размещает глобальные центры по всему миру, и это послание всему миру. Понятно, что за нашими поисками развитой Индии будут внимательно следить. Госпожа председатель, важной причиной того, что многие остались позади, является несправедливость нынешней модели глобализации. Чрезвычайная концентрация производства опустошила экономику многих стран и повлияла на занятость и социальную стабильность в этих странах. Демократизация глобального производства и создание устойчивых цепочек поставок, обеспечение надежных цифровых технологий и обеспечение культуры открытых источников – все это способствует повсеместному процветанию. Имеются экономические ответы, так же, как и социальные, на нынешние проблемы. Госпожа председатель, ООН всегда полагала, что мир и развитие идут рука об руку. Тем не менее, когда возникает проблема в одной сфере, другую пытаются не учитывать. Совершенно очевидно, что нужно особо подчеркнуть посредствия для уязвимых и слабых слоев населения. Но мы должны признать, что конфликты сами по себе должны урегулироваться. Мир не может с фатализмом относиться к продолжению широкомасштабного насилия, так же, как и не может быть невосприимчив к более широким последствиям этого насилия, будь то война на Украине или конфликт в Газе. Международное сообщество стремится к незамедлительным срочным решениям. И это чувство должно быть признано, и необходимо действовать в соответствии с таким ощущением. Госпожа председатель, ООН является свидетельством согласованных принципов и общих целей мирового порядка. Уважение к международному праву и обязательствам является одной из главнейших целей в этом отношении. Для обеспечения глобальной безопасности и стабильности исключительно важно, чтобы те, кто стремятся к лидерству, подавали правильный пример. Мы никоим образом не можем мириться с вопиющими нарушениями основных принципов. Терроризм – это противоположность всему тому, за что выступает мир. Всем его формам и проявлениям необходимо самым решительным образом противостоять. Санкции против глобальных террористов со стороны ООН также не должны затрудняться по политическим причинам. Госпожа председатель, Многие страны остаются позади по независимым от них обстоятельствах. Но некоторые делают сознательный выбор с катастрофическими последствиями. Главным примером тому является наш сосед – Пакистан. К сожалению, их проступки влияют и на других, особенно на соседей. Когда это государство внушает такой фанатизм своему народу, то его ВВП можно измерить только с точки зрения радикализации. А экспорт его основной – это терроризм. Сегодня мы видим, как беды, которые эта страна пыталась навлечь на других, поглощают ее собственное общество. И винить мир она в этом не может. Это карма. Госпожа председатель, Неблагополучная нация, которая жаждет чужих земель, должна быть разоплачена, и ей нужно противостоять. Вчера на этом форуме мы слышали от этой страны какие-то странные утверждения. Поэтому позвольте мне совершенно четко обозначить позицию Индии. Политика Пакистана в отношении трансграничного терроризма никогда не увенчается успехом. И Пакистан не может рассчитывать на безнаказанность. Наоборот, его действия совершенно очевидно будут иметь последствия. Вопрос, который должен быть разрешен между нами, заключается лишь в освобождении Пакистана в незаконно оккупированной территории Индии. И, конечно же, речь идет о том, чтобы он отказался от давней привязанности к терроризму. Госпожа председатель, Мировой порядок по своей сути плюралистичен и многообразен. ООН началась с 51 члена, сейчас на 193. Мир глубоко изменился. Вместе с ним изменились и проблемы, и возможности. Но для решения этих проблем, а также для укрепления миропорядка, исключительно важно, чтобы ООН стала центральной платформой для поиска точек соприкосновения. И невозможно все эти проблемы решать, если организация останется устаревшая, если будет переживать анахронизм. Большая часть мира не может оставаться позади, когда дело доходит до решения ключевых проблем нашего времени. Кражды важна эффективная, действенная ООН, более представительная ООН, ООН, отвечающая своему назначению в современную эпоху. Поэтому давайте направим четкий сигнал именно с этой сессией Генеральной Ассамблеи. Мы полны решимости никого не оставить позади. Объединившись, обменявшись опытом, объединив ресурсы и укрепив нашу решимость, мы сможем изменить мир к лучшему. Благодарю вас, господин председатель, госпожа председатель. Я благодарю министра внешних ношений Индии.